Здравствуйте! Я Татьяна Ио на моём канале, который так и называется Татьяна Кельмяшкина. Во-первых, в строках своего письма я хочу сделать две вещи. Это искренне поблагодарить своих новых зрителей, четвероногие друзья. Помощник у одной из моих рукодельниц Тишка и мой новый зритель Ушастик Прошка. Вы представляете, со всех концов света смотрят мои ролики, даже четвероногие друзья. Огромный-огромный привет! Я со своим четвероногим другом, котом Тараскиным, кот Тараскин, Васильке брала. Передаём привет. Он тоже мой помощник. Вон сколько навязал, я сейчас буду показывать. Ну, мы с ним вместе вязали. Итак, это была первая весточка, которую я хотела сделать. И второе. Искренне поблагодарить у нас от вязального ролика, да, крайнего прошло очень много времени. Да, между роликом с делами вязальными и этим роликом прошло какое-то время, да. Я гулеванила в деревне. И в том ролике я показывала джемперок. Джемперок, голубая норка, получила очень много приятных комментариев, приятных слов. Огромное-преогромное спасибо. Мне самой очень понравился джемпер. И джемпер вообще, а джемпер на модели тем более. И вы знаете, когда сейчас уже, пусть по прошествии даже коротенького времени, мы же переписываемся с детьми постоянно, да, как дела, что, куда. И когда мне Толюшка нет-нет присылает фотографии, детки очень любят делать мне приятное. Там повезу Лизу на работу, посмотри, какие мы сегодня красивые. Ну, бальзам, конечно, на душу и рукодельница. Мне как рукодельница, мне как маму, что уж и говорить. Вот. И, а может я покажу эту фотографию? Мам, да это обычная домашняя, ну по WhatsApp, вот как дела у нас, что? Я говорю, ну и что? Зато мы посмотрим, как цвета сочетаются с белыми брюками, только с джинсами. Ну, что, скажем, с ними связываться-то разрешают? Я уж вроде попросила, пока были здесь, отфотографироваться. Казала, что ещё надо. Нет, мне ещё надо. А мне надо. Мне не хватает фотографий вязаных изделий, потому что фотографии – это наше всё. Кто вяжет, тот знает, да, вещь можно преподнести. В фотографиях таким образом, что даже сварганенное, я всё говорю, блюдо надо так преподнести. Вроде простенькое блюдо, а как оно смотрится? А может и шикарное блюдо, да, сварганенное. Фотографиями как-то преподнесением загубить. Ну, в общем-то, маленькую фотографию я ещё получила, всё это в копилочку. Мне нравится, мне приятно, что носится. Ну, а теперь мы переходим к тому, что я навязала за это время. Немножко, немножко, но, тем не менее, есть готовые работы и процесс. Итак, носочки. Две готовых работы. Это носки, которые я вязала, собиралась вязать так долго, но у меня тянул тот факт, что я обещала мужчине, маленькому, юному, замечательному, сейчас обидится, юному, замечательному мужчине связать носочки. Наконец-то я сделала это. Самые простейшие носки. Хорошо даже, что я ещё и с серой, собирался с серой Ализе Супервош. Чёрненький, ну, не чёрненький, это антрацит. Даже лучше получились. Ушло совсем немного пряжи. Мне кажется, полмотка. Вот Ализе Супервош. Это моя любимая носочная пряжа. Мне кажется, сочетание цена-качество. Я не знаю, равная ещут. Прекрасная носочная пряжа много, много. Вот так вот сочетание цена-качество, ещё пока на протяжении долгого времени не портится, вот эта Ализе Супервош. Простая резинка. Мы даже передумали махер. Ещё бы я полгода собралась, там вообще всё передумали. Значит, я говорила, что резинка 1х1 переходит в резинку 3х1. И вот паглинок я вязала на тройке. Ненавижу я вязать на двойке. Или на два с половиной. Ну, здесь чуть-чуть на полномер побольше. Вот, я связала и забыла. А сам носочек я вязала на спицах поменьше. И мне казалось, не будет конца и края. Хорошие носочки получаются, тонюсенькие. Я ничего не говорю. Прелесть прелестная. Но как же, но как же их долго вязать? Это просто невероятно. Ну, обещала, сделала. Мне кажется, такие тонкие мужские носочки. Зализа супервош в одну ниточку, да. Они очень пользуются популярностью. Тонюсенькие. С обувью можно спокойно. Ведь есть носки, которые в обувь не напялишь. Я, например, про те же носки гармошки. Могу сказать. Да. Носки гармошки. Опять маленькое велическое отступление. Вы все спрашиваете. Таня. Ни разу не показывали вы на ноге носки гармошки. Вы знаете, я их перевязала столько много. Может быть, тогда, когда не было ютуб-канала. А вот с ютуб-каналом то я их дарю быстро. То они не моего размера. Ну, это вот Лизонька на помощь опять придет. Когда они мне отчитываются. Вот, отопительный сезон-то не начался. Я все. Носки носить? Да, да, конечно. И получил фотографию. Опять попросил разрешения, значит, показать. Это, мам, ну, домашние фотографии. Мы там не крашены. Молодость, она и тем прекрасна, что не крашены можно выходить. Носки гармошки. Они, вы знаете, это чудо-носочки. Я их обожаю. Наверное, и вязать-то носки не начала ли я. Нет, носки меня бабушка научила. И в то время про гармошки-то мы как-то вроде и не думали даже. Но научившись вязать носки, вязать два носка, ну, чтобы это была пара, мне скука скучная. И как-то второй виток, что ли, я получила, увидев, я не знаю, где я гармошку-то увидела. Где я увидела эту гармошку? Вот ажурные носки, я помню, где я первый раз увидела. Только-только начал ходить в детский сад, и я пришла, там не надо нам бахилы, ничего, нас заставили разуваться, переобуваться в любые носки и подниматься за детьми. Вот эти вот бахилы, которые слетают, которые могут рваться, молодцы. Я согласна. В общем, разувайся и иди босиком, в носках ли, как ли. Вот когда ты босиком пробежишь, времена года-то разные. А когда всё-таки носочки дежурные держишь в сумке, чтобы подняться, пока ребёнок, пока поговоришь с воспитателем, если у него есть что сказать про поведение-то, пока напялишь, а дети одеваются, надо ещё рассказать, что рисовали, что слепили, вот, и ножки мёрзнут. И я носила дежурные носочки. И очень многие родители тоже были в носках. И как-то вот я увидела ажурные носки шикарные, с дырочками всякие я вязала, ну, вот тонкие ажурные самовязки, а я самовязки отличу на километр. Я увидела как-то вот тогда у одной из родительниц, что ли, или у одной из воспитательниц. Но взрослый человек был вот в носочках, я тогда помню, да речь потеряла. А где я видела, до сих пор люблю ажурные носки носить, смотреть на них, но не вязать. А где я увидела гармошки, я не помню, только я взахлёб начала эти гармошки вязать. Мне нравятся и однотонные гармошки. Можно прям как сапоги повыше их сделать, да? Можно несколько буквально. Можно даже какой-то, знаете, такой момент обучающий провести. Красный, жёлтый, зелёный связать. Про светофор их с детьми поговорить, да? Вот светофор я не вязала, а радугу. Несколько радужных носочных изделий я вязала точно. Вот это каждый охотник желает знать, где сидит фазан. Я ещё как сейчас помню, фиолетовый цвет не могла найти. Вот все цвета есть, фиолетовый нет. И мы даже в первой попытке, наверное, покрасить пряжу, что ли, тогда были синие с красным, какие-то красители для яиц брали. Но потом нашли мы фиолетовую шикарную пряжу. И даже вот этот обучающий момент, да? Семь цветов радуги и так далее. Красивые были, очень красивые носочки. Но мне как-то к душе, когда там же сочетание изнаночной глади у гармошки с лицевой, изнаночной с лицевой, мне нравится, когда вот лицевая гладь, которая прячется среди изнаночной, она одного цвета, а вот эти изнаночные бугорочки другого. Вот это мне двухцветие. Вот мне больше всего к душе двуцветие. Но все мы разные и все нравятся по-разному. В общем, если я когда-нибудь себе гармошки свяжу, может быть, я и покажу. Ну, гармошка какая-нибудь смотрится на ноге, красиво смотрится. Это как вот сапожок, который сжали. Ну, гармошка, она и есть гармошка, очень хорошо смотрится. Вот это у меня было реческое отступление, я умею. Так, значит, носки готовы. Как их показать, я не знаю. Это самое, что ни на есть, простые носки резинкой. Вот теперь я понимаю, почему меня спрашивают, а сколько надо на такой-то размер, 42-й, а на 45-й сколько. Потому что я всегда, когда я вяжу, и я не люблю в одну Ализе Супер Мош, я беру лидию, одну или две ниточки, и вяжу на трешке, на спицах тройка. И там я всегда начинаю с 48 петель, ну, может быть, с 52, 48, 49, 50, 52 максимум. И какая разница, 42-й размер, 48-й размер, мне все равно. Потому что мой размер зависит от именно длины стопы, которую я свяжу. Думаю, да что же за вопрос мне такие задают. А теперь вот, когда вот эти вот я в одну ниточку, то ли на 2,5, то ли на двойке, они самые тонкие спицы, которые у меня есть. Я понимаю, что да, вот подростку хорошо, тоже 48. А мужчинам, наверное, надо побольше, а полненьким там мужчинам еще больше. Я что хочу сказать? Не хочу, не хочу я больше вязать в одну нитку. Я еще из антрацита вязать буду, ибо... Я не знаю, как показать вообще. Ибо мне понравилось, ну, темные носки, это классно. Но я все-таки буду добавлять, без разницы, что или тонкую нитку махера, или тоненькую нитку лидии, и пусть они будут рябушки. У меня нет черной лидии, но у меня есть серая лидия. Это будет очень-очень здорово. Все, отдаю. Отдаю. С черными носками с этими именно покончено. Груз с плеч снят, и переходим к беленьким. Так, подробно, да, и, так сказать, близко белые носочки я показала в одном из деревенских роликов. Ролики. Но в деревенских зарисовках они точно мелькали. Черные носочки, я не знаю, наконец-то связал, что ли назвать. Просто черные носки резинкой мужские. Эти я назову шампиньоны, потому что, когда добрый зритель мне написал, Танька, хорошо бы с шампиньонами сфотографировать, а холодно, я как-то даже не думала о фотографиях вообще. Выходишь, и вот руки мерзнут даже держать фотоаппарат. Жару фотоаппарат, он телефоны не любит, и холод не любит телефоны. А потом думаю, какая хорошая идея. Здесь цвет такой, правда, шампиньонистый. И скоро зима, и вообще не знаю, как со съемкой он будет. Их думаю, точно. Пошла, нарвала два шампиньончика. Это с вашей подачи. Добрый зритель, это прекрасная идея. И сделал фотографии. Все это я в деревенских зарисовках показывала. Фотографии остались на память. И меня потом другой добрый зритель спрашивает. Грибочки назовем тогда? Почему грибочки? Мы конкретно назовем шампиньоны. Можно и подарки? Нет, шампиньоны. Шампиньоны. Эти носочки, они идут с ту же семью. Просто думаю, если я мальчишечке принесу, да, а сестренке его, ну, как-то я не знаю. Я знаю, что они с мамой как раз первые ценители моих носочных изделий. Ребенок-то подрос, только сейчас попросил. А вот мои девчонки, они уже... Я вот с такого возраста. Вязала девушке носки. Здесь у меня не носочная пряжа. Ализе Суперлана Тик. Это пряжа, которую я бы не рекомендовала в носки, хотя вяжу из нее постоянно. В две ниточки носочки. Уже очень-очень много из разных цветов вязала. Там тоже все-таки шерсть с акрилом. Правда, не как в носочной. 25 шерсти, 75 акрила. Но, тем не менее, вязать можно. Просто если есть выбор... Я все, хочу... Клинк-подъем. Вот так видно. Лучше, конечно, из носочной. Но, тем не менее, я всегда из Тика вязала. Только она какая-то стала в последнее время более синтетическая, что ли. Может быть, цвет. У меня же и целый свитер в одну нитку. Джемпер-джемпер в одну нитку связан из Ализе Суперлана Тик. Я не помню, как я его вязала. Но вещь очень тоненькая. И, вы знаете, сочетание там зеленого с красным, помню, так и называется у меня на YouTube-канале. Вряд ли я его на Дзен перенесла. Даже врать не буду. Но там не чувствовалось вот этого акрилистости. Здесь прям очень тонкий, теплый, приятный джемпер, который можно под верхнюю одежду. Не стало я там в две нитки. С ума сойти. Я бы сейчас не согласилась, наверное, в одну нитку Тик вязать. Но, тем не менее, это было. Здесь в две ниточки и махер. Махер от Газал. Конечно, махерчик свое дело сделал. Я сейчас на темном фоне покажу. После стирки это все очень хорошо распушилось. Носки не в обтяк. Ножку, да, как вот эти. Обтяну ножку, можно в любую обувь. Нет. Носки, ну, в обувь-то тоже, может быть, какие-то ботинки, может быть, чтобы подтарчивали. Есть такой еще шарфик, шапка. Никто не запрещает в обувь носить, если обувь великовата. Но так вообще это домашние, больше-то каминные носочки. Здесь паголиных совершенно не по ноге. Кукурузка. Кукурузка вяжется очень просто. Один ряд резинки. Лицевая-изнаночная, лицевая-изнаночная. А второй ряд, если мы вот по кругу, как в носках вяжем, то все петли изнаночные. Чтобы вот эти вот как раз бугорочки-то и были. И пошел этот раппорт в два ряда. Лицевая-изнаночная, лицевая-изнаночная, все изнаночные. Лицевая-изнаночная, лицевая-изнаночная, все изнаночные. И так мы вяжем сколько нам надо. И вот эти вот шишечки, они выходят. Если мы вяжем поворотными рядами, то после лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, в следующий ряд, наоборот, все лицевые. Это будет изнаночный ряд, который на лицо выходит изнаночная. Я не раз это уже говорила. И эта кукурузка нравится многим почему-то, потому что нравится. С обратной стороны заборчик называют, так сказать, вязание. Мне как-то заборчик не прельщает, я не знаю. На все мы смотрим под углом спустя время. И вот буквально вот этих рядов кукурузных у меня 13. Можно больше, можно меньше. Но я же все, алло, какой длины. Все это советовалось. Укрепленная пяточка. Клин подъема. А здесь я уже показывала все близко в ролике, в разворотном. Но я еще сфотографировать их надо, прежде чем отдать. Здесь я чередовала резинку с лицевыми, резинку с лицевыми, резинку с лицевыми. По 5 рядов. Простые носочки, как я их, каминные, пижамные, как угодно. Но я так и вижу. В домашних атмосферах, в домашних обстановках все эти носочки приятные. Белые, да, марки, многие говорят. И стирать там часто. Еще что-то меня это никогда не останавливало, не смущало. Я считаю это красивым. Считала, считаю и буду считать. Вот. Паглина кукурузской заканчивается несколькими рядами резинки. 5 рядов. Сколько угодно можно. Если их пошире сделать, да, они тоже хоть и не гармошка, а их спокойно можно как-то подсгубривать. Это тоже здорово. Только для этого нужно все-таки... Это просто нога здесь будет себя чувствовать не в обтяжечку, а уютненько. Если же мы хотим как-то сгармошить, не вывязывая гармошку, пошире паглинок надо связать. И как вот мы ворот-то делаем, да, вот на свитере, так и здесь сгармошить. Очень здорово, очень интересно. Вторые носочки готовы, они высохли. Размер свой они практически не изменили. Если Ализа Супервош прям осталась, как а есть, только из кукожиной превратились, так сказать... Ну, я плотно вязала вот эту саму стопу, я вязала очень плотно. Потому что частенько у меня на тройке Ализа Супервош немножко тянется. И надо это учитывать. Вот Happy Fit от Gazal пряжа у меня всегда на размер прям один-два больше становится. Там они у меня растягиваются, после стирки подсгубриваются, но все равно размер больше остается. Здесь тоже где-то сантиметра прибавил, но я это знала. Больше... Ну, распрямила, что ли, я их. А так здорово, две нитки. Вот Ализа Супервош... А еще еще говорю, Суперлана Тик. Для тех, кто вяжет носки из чего угодно, а не только из носочной пряжи. Я к их числу отношусь. Я вяжу носки абсолютно из чего угодно. Ну, нравится мне. Носки бывают разные в своем предназначении. Ну что ж, я могу с гордостью сообщить, что из того носочного безобразия, которое я развела в одночасье, в одно утро, был отдельный ролик, когда я пять процессов носочных завела, сама даже не понимая как. Думаю, так я посмотрю, как сочетаются эти пряжи, а так я посмотрю, как вот это, а вот махерчик вот с этим, а вот то с тем. И, значит, две пары я уже показала в предыдущем ролике. Две пары я показала сегодня. Получается, четыре пара готовы. И осталась пятая. Я ее, как всегда, на потом... Я почему-то думала, что у меня черная будет, но мне уже самой стыдно. Сейчас прохладненько, и как раз самое время их носить. Все отдаю. Остались носки, которые я назвала «Душа валенка». Они мне предназначены. Поэтому, наверное, я не тороплюсь, но я их свяжу. Свяжу, чтобы вот как распроцессилось, так сама все быстренько и довязала. Душа моя просит связать душу валенка. Мне выделили в деревне валенки старенькие. Они очень уютные. И когда я той зимой прошла, уже к концу зимы у меня это потом растаяло. Я не хочу какие-то галоши, калоши подшивать. Ничего не хочу. Вот они такие классненькие. И мне что понравилось, нога из этого тоненького войлока чувствует любые камушки. Если наступишь, там какая-то, что-то там заморозилось, идешь, и вот нога чувствует абсолютно любые камни. То есть тоненькая-тоненькая войлока. Но при этом так тепло, так уютно. Это просто нечто. Но так как валенки мне чуть-чуть великоваты, даже не столько в стопе, сколько хожу, да, если медленно прогуливаться, это одно. Чуть скорость прибавлять, как-то ноге очень свободно. И мне нужны носки. А. Толстые. Б. С высоким паглинком. Вот такие носки я и хочу связать из двух пряж. Это, ну, выпало так носочно, я могла взять любую неносочную. И самое главное, из толстого махера. Трэнди махер называется. 50 махер, 50 акрил, по-моему. Но я все рассказывала о пряже. Это пряжа из магазина Пак Вул. Прям распаковка недавно была. И носочная вот эта вот. Антрастит цвет, да? Я все забываю, да. И вот этот махер. И там еще носочная была пряжа шикарного цвета. Довяжу эти носки. И потом, наверное, из такого вот красивого цвета Ализе Супервош. Что мне хочется сказать кофейного? Светло-коричневый написано. Но для меня это какой-то вот кофейно-бежевый цвет. Мне нужно еще связать простые носки резинкой. Если, конечно... Вот я опять никому сроки не обещаю. Потому что мне эти носки очень понравились. Они вроде и не темненькие, и не светленькие, так и средние. Они подходят как мужчинам, так и женщинам. Туда у меня подходит ниточка Лидии. Очень хорошо. И я не буду мучиться на двойке или там какой-то на своих тонких спицах. Я возьму точно свою трешку. И там процесс летит. И резиночкой резиночкой, может быть, я там еще... Вот эти резиночки у меня 3х1, 3х1. Может быть, полоски-то 3х1, 3 лицевых петлички. Я закружу в звездочках каких-нибудь. А возьму резиночку 4х1. Может, какие-то перевите. Не знаю. Но вот такие носки, я чувствую, они прям вот как-то клюнули на них. Пользуются популярностью. Тем более ниточка есть. Буду вязать. Но сначала, конечно же, довяжу. Они будут самыми простыми. Так, на балконе я сейчас не взяла. Это вот пятая пара, которая осталась. И я буду молодец. И в ближайшее время я их свяжу. Там спицы толстенные. Спицы пятерка или пять с половиной. Пять с половиной. Самые толстые у меня спицы, кубики, это пять с половиной. Поэтому я даже не буду менять на стопе спицы. Это не носки, которые каждый день там ходишь. Не дай бог порвать. Я прям даже их в валенках держать буду. Прогуляла в валенках. Для чего мне нужен высокий паглинок. Значит, толстый для того, чтобы нога, ну, как сказать, они были невелики. Они чуть-чуть великоваты. Да и то я носила на простой носок. То, что надо для носка. И высоченный паглинок. Потому что я люблю штанишки носить без всякой резинки, без всякой манжеты. Просто штаны как штаны. И когда валенки напяливаешь, да, штаны могут как-то задираться. Это не так правильно, надо их держать. А когда их так вот немножечко свернёшь, и вот этот носки-то с высоким паглинком, паглинок будет держать штанину. Вот что я хочу сказать. И всё. И я просто буду в ажуре в этих валенках. Я вижу эти носки. Мне там не нужна красота. Мне не нужно там абсолютно... Там резинка, по-моему. Я начала же уже вязать. Я показывала. В том ролике сейчас не взяла. Там уже начат паглинк резинкой. Так я и пойду. Простые, высоченные, некрасивые, там красивые, тёплые. Вот такие носки у меня будут. Ну и, как я обещала, после завершения голубой норки, все силы... Так. Пойду, подыму. У меня не клубочки, а фулиганьё. Как дедушка мой говорил, царь, с небес. Фулиганьё, а? Ну что за фулиганьё? Как я и обещала, все силы брошу на малиновое вино. У меня джемпер, который вот ещё с лета там силипается, да? И который у меня фоновый процесс. Я бы так его продолжала фоновым процессом, но если я шепну джемперу, что я обязательно за тебя возьмусь, то только потерпи. Фоновый это фоновый, но каждый вечерочек я за фоновый процесс свои берусь. А это он... Я очень хотела, как я уже рассказывала, джемпер руки в руки передать, когда я узнала, что детки, возможно, заглянуть на... Пусть на ночь, но загляну. И не приступала я к нему несколько дней, но мы договорились, как только так сразу. И вот теперь я работаю над этим джемпером. Джемпер называется «Малиновое вино». Вам не кажется, это я новеньким говорю, здесь действительно есть полоса, очень интересные пасмы, шёлк с шерстью, шерстью. Пять пасм у меня... Вот я довязала, продвижение здесь есть, а сказать, что они большие, я не могу сказать, потому что вяжешь-вяжешь, спицы очень тонкие. Захотела я тонкий процесс, а, ну, как сказать, слабо мне это всё вязать. Четвёртую пасму я довязала, и я начала пятую пасму. Возможно, мне хватит. Несмотря на то, что я подстраховалась и взяла шестую, возможно, мне для этого топика джемперы без рукавов. Без рукавов, подчёркиваю, хватит и пяти. С нашего последнего момента прошло чуть больше, я так потом вспомнила, ой, а надо же было маркер переставить, да? Вот он, где находится маркер. Но его можно спокойненько поднять повыше, потому что я вяжу-вяжу-вяжу, я говорю, что же я маркер не переставила, чтобы потом отчитаться. Так что, думаю, я по миллиметру, что ли. Это не грязно, это не прокрас. О всех прелестях этой пряжи, для кого-то это прелести, на самом деле, как и для меня. Я воспринимаю эту пряжу, ну вот, как фулиганку какую-то, правда. Кто-то это воспримет, это что же такое, как будто здесь какой-то белизной капнули, всё. Я подробно рассказала, когда я говорила о начале этого джемпера, теперь мне нужно гнать длину. Всё, как я начинала вязать этот джемпер, как я начинала, а прямо начала, я рассказала. И там я показала все фулиганистые моменты пряжи. Здесь может попасться тёмный участок, здесь может попасться светлый участок, даже какая-то вот... И шишибриком не назовёшь. Вот шишибрики в пряже, это такие, ну, заложенные на определённом расстоянке. Шишибрик, здесь нет, вот тёмненький, потом его не найдёшь. Вот эти непрокрасы, видите, какие ряды-то идут. Это нерядность товарищей, это вот так, ну, нет, в смысле, это ряд пряжи какого-то другого, участка другого цвета. И если мне сначала казалось, что вот этот фрагмент, вот эта полоска, да, она от того, что я вяжу переднюю часть, вот где щелевидная пройма была, вязалась отдельно передняя, участок на передней части, участок на спине. Я думала, это просто так вот смотрится. Нет, это действительно как выяснилась... Он на спине? Он на спине от полосатости, пожалуйста. Вот, как выяснилась эта полоска. Я не буду расстраиваться, так было задумано. Кокетка одного цвета, дальше пошла нитка на полтона, а потом, может быть, ещё где-то полоса будет, я не знаю. Я уже воспринимаю, как должно. Пусть это будет полоска. Но кто её у нас отменял? Это всё из одной партии. Это всё из одной партии. Мне очень много писали, что тоже фулиганисту нитку такую купили. Кто-то сказал, слава богу, я купила такую нитку, у меня такого не было. Правда, вязала я крючком, и, может быть, там цвет затерялся. Кто-то писал, а почему слава богу? А я бы, наоборот, с удовольствием вот такую вот озорную нитку купила. В общем, все мы разные, всем нам надо что-то... У меня было два пути. Или расстраиваться, ой, полоса, ой, какие-то вкрапления, или принять это как должное и радоваться. Конечно, я выбираю второй путь. Конечно, я выбираю второй путь, мне этот цвет идёт, я буду носить этот джемпер с таким видом, что я прям вот подбирала пряжу. Тут хотела я полосочку, где рукава начинается. Это просто другая пасма, товарищи. Это просто другая пасма. Одна кончилась, другая началась. Пока вяжешь, такое впечатление, знаете, где-то участки, как будто одна рука вязала, а какие-то участки другая рука. Можно сказать, ну, правильно, он лежит, лежит у тебя неделю, да, и ты начинаешь. Нет. Даже когда я вяжу каждый вечер, у меня какие-то участки где-то бугристые, где-то очень-очень, как утюгом проглаженные, словно. И это не то, что где-то я по кругу вяжу, где-то я вяжу значит, поворотными передами. В общем, пряжа интересная. Пряжа, она просто со мной как-то зарует так, приятненько, весело. Продвижение у меня есть. Этот джемпер, я теперь уже, вот если бы я столько рядов связала на джемпере небо в алмазах, он был бы уже, наверное, готов. Теперь вот одно вяжешь, другое забывается. У меня сейчас три процесса. Это вот малиновое вино, которое я вам показала. Это джемпер в алмазах, небо в алмазах, который я, как сказать, только что проговорился, который только что. И Млечный путь. Конечно же, идут в носках по грязни или в джемперах. А, ну носки, душа валенок, это четыре процесса. В ближайшее время я ничего нового начинать не буду. Мне нужно связать вот эту душу валенок, но я тут же начну другие носки, это даже говорить нечем. Вот, и хотя бы с горки спуститься, потому что моточек-то только начать, хотя бы больше половины и связать мотка. Теперь у меня все три процесса на равных, никаких фоновых я не буду. Пацан сказал, пацан сделаю, я обещала, так и будет. Вот, но продвигать буду абсолютно все процессы потихоньку, хотя по-хорошему, по-хорошему надо взять один процесс. Самый, наверное, реально сейчас закончить, это вот небо в алмазах. Пряжется толстенько, я тоже в начале этого процесса все рассказал в отдельном ролике. И там, здесь-то только закончить низ и все, а там еще резинку на рукавах связать. Но тем не менее, он, наверное, самый вот такой вот реально быстро заканчиваемый. Но я пока никуда не тороплюсь, мне не нужно там что-то быстро. Я буду продвигать все три процесса и даже начну новый, когда, значит, с горки это будет. Хочется. Вот так я вижу, вот так мне хочется. А вот сегодня, несмотря ни на что, я хочу Млечному Пути посвятить. Вечер продвину один носок, возьму Млечный Путь. У меня там два мотка извязанных, да, третий. Мне хочется начать третий моточек, он вяжется очень быстро. Как вот люди, которые вяжут много процессов, как вы с ними справляетесь? Мне кажется, я вяжу один, обижаю другой. Вяжу один, обижаю другой. Но ничего, беспорядок в носках уже в порядке. И тут я порядки наведу. Три плечевых стопы, хватит. Так что, так что, мои дела вязальные обстоят именно так. Ну, а это было все, о чем я хотела вам сегодня рассказать и что я хотела вам сегодня показать. Огромное спасибо за внимание, мой добрый зритель. Желаю абсолютно всем приятных минут за любимым занятием, каким бы оно ни было. И наше традиционное. До новых встреч. А они обязательно будут. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.